В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главные темы минувшей недели. По Смолим вторая часть антитабачного закона оказалась жёстче. Теми же граблями по тому же месту в Рязани во второй раз задержан поджигатель машин. До ближайшего полицейского один клик о новых полезных приложениях и возможностях от УВД. Нет дыма без огня. Любители частых перекуров всерьёз задумались, как сохранить вредную, но любимую привычку и заработанные денежки. Если после первой части антитабачного закона офисные сотрудники как минимум отходили подальше от места работы, дабы не навлекать на себя гнев руководства, то с 1 июня посмолить папироской может не получиться и так. Под запрет попадает курение в барах и ресторанах, перронах железнодорожных вокзалов, поездах дальнего следования, кораблях, гостиницах и общежитиях. Нарушителей закона ждёт приличный штраф от 500 рублей до 1500. А, к примеру, ресторану за отсутствие таблички, извещающей о запрете, придётся заплатить до 60 тысяч рублей, а при обнаружении курящих посетителей эта сумма повысится ещё на 30 тысяч. Причём из мест общественного питания исчезнут кальяны. В волю покурить можно будет только на продуваемых летних верандах. Больше никаких киосков и открытых витрин, а вместо ассортимента – скупой пресс-курант. Под исключение попали только магазины дьюти-фри. Россия стала десятой страной, где появилось такое нововведение. Ограничения будут действовать и для телевещателей. Телеканалам придётся предупреждать зрителей о наличии в программах сцен курения. Пометуя о любимой поговорке «запретный плод сладок», есть обоснованные сомнения, что курить станут меньше. Порадуемся за пассивных курильщиков, которым точно дышать станет свободнее. Лето для многих традиционно началось с огородов. Но, как выяснилось, и возделывание грядок может оказаться за буквой закона. Эта агроферма находится на территории села Рочатники Михайловского района. Большие теплицы, зелёные молодые побеги, душа радуется, если бы не одно «но». Огурцы и помидоры хозяйки участка помогают возделывать мигранты. Понятно, что местная жительница не затрудняла себя подготовкой соответствующих документов. В ходе проверки на 30 иностранных граждан были составлены административные протоколы за осуществление трудовой деятельности без разрешения. А вот здесь горе-огородники проживали. Десятки человек ютились в тесных времянках, стоящих прямо по соседству с теплицами. Сами задержанные при виде сотрудников с видеокамерой стыдливо улыбаются. А что ещё остаётся? Труд облагораживает тогда, когда он в рамках закона. Хотел сработать по-тихому 19-летний рязанец, но снова был пойман сотрудниками полиции. Осенью прошлого года молодой человек, житель микрорайона Канищево, уже попадал в поле зрения оперативников за поджоги автомобилей. Тогда любителю запалить назначили принудительное лечение. Но, как видно, оно на пользу не пошло и его снова потянуло на приключения. Также с блаженной улыбкой пиротехник рассказывает, на каких улицах устраивал кострище из чужой собственности. А что за машина? Девятка «Волга». Ну, поджигать зачем, мне скажи. Ну, так-то нельзя было с неё снять? Ну, так-то, ну, с сгоревшей лучше снять-то. Ну, провода выдернул, да, отжёг их пошёл. Да выдернул, там, блин, порежешься, ещё этот, шумихи много, там, пластик этот, там, отдирать, резину. Так инструментов не напасёшься. А тут голым рукам всё сделаешь на сгоревшей, да и всё. Молотком отшибёшь, он алюминиевую какую-то хрень, да и всё. Всё равно весь там. Алюминий сейчас почём? Пищевой, кастрюли, миски 42, такой вот, дюраль, селумин, 35, банки и алюминиевый 30. Ну, то есть, на выпек хватает? Ну, на выпек топ мелочи, а так крупные я откладываю на крупной покупке, там, допустим, телефон, там, скутер, так далее. Вероятно, на счету злоумышленника несколько подобных эпизодов. Он хоть и признаётся в содеянном, но рассуждает по-хозяйски, всё в дом. И, похоже, совсем не переживает, что по его вине добропорядочные люди лишились своих автомобилей. Ну, рекомендация простая. Желательно, чтобы все автотранспортные средства находились на специально оборудованных стоянках, на охраняемых стоянках, в гаражах и на специально отведённых территориях, внутри домовых пространств, где эти транспортные средства, по крайней мере, будут под наблюдением или освещены в ночное время суток. Подозреваемого ожидает психолого-психиатрическое исследование, по результатам которого и будет принято процессуальное решение. Но если молодой человек не пересмотрит свои взгляды на зарабатывание денег, то так недалеко и до суда народного. Автолюбители жарко обсуждают, какого наказания достоин поджигатель. К другим новостям. Снова отличились выходцы из Армении и Дагестана. Молодые люди несколько месяцев активно торговали так называемыми солями и скоростью через интернет. Для непосвященных это синтетические наркотики. По данным ФСКН, свои услуги преступники рекламировали на отдельной ветке общероссийского сайта и позиционировали себя как интернет-магазин. Сначала в разное время были задержаны семь потребителей, получавших наркотики через тайники. Затем сыщики окончательно установили личности наркодилеров и задержали их с поличным на улице Вокзальной. Заказы подозреваемые принимали днем, а ночью выезжали делать закладки. При личном досмотре в их карманах обнаружили девять свертков с наркотическим средством, производным метилофедрона. Из-под сидений автомобиля «Шевроле Круз» был извлечен полукилограммовый пакет с этим веществом. Общий вес изъятого составил 620 граммов. Изъятая компьютерная техника и таблетки анаболических стероидов пойдут в качестве вещдоков. Подозреваемые наращивали мышечную массу. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту приготовления к сбыту наркотиков в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Возможно, к этому добавится и статья о контрабанде. Видимо, в силу своего менталитета мы до последнего оттягиваем знакомство со своим участковым уполномоченным или любым другим представителем полиции. Зато обожаем сидеть в интернете и изучать свои модные гаджеты. Теперь можно совмещать приятное с полезным. Владельцы устройств Apple и Android с удивлением обнаружили новые возможности. Теперь вся информация о месторасположении участковых, изменениях в законодательстве, розыске пропавших и прочем в буквальном смысле на ладони. Достаточно скачать приложение с Apple Store или Play Market. Важно отметить, что вот, скажем, такой шаг сделал нас более мобильными, более приближенными к обществу. Это позволяет нам идти в ногу со временем. То есть сейчас, в 21 век, в век информации, в век интернета, мы стараемся, скажем так, идти в ногу со временем и быть актуальными. Ну а теперь вместе пройдемся по каждому пункту. Первое, куда мы попадаем, это вызов, быстрый вызов в полицию. Вот. Все это определяется по геопозиции, то есть самый ближайший пункт полиции. Ну, в данный момент, вот мы сейчас кликаем, смотрим, точность 65 метров. Вот, находится. Ну, если мы, естественно, передведем вниз, то пойдет звонок в дежурную часть МВД России. Дежурная часть детской. Здравствуйте, это с пресс-службы Пономарев, моя фамилия. Делаем тестовый звонок вот с приложения. Я понял. Все, звонок прошел, да? Да, да, все, хорошо. Все, извините. Все. Все нормально. Ну, вот, как мы видим, звонок прошел в дежурную часть, без проблем. Если в дежурную часть мы дозвониться не можем, то непосредственно звонок переходит на номер 112. Если на 112, опять же, не берут трубку, то, опять же, он автоматически переадресовывает на 02. Ну, или по-новому сейчас 102 номер у нас. Это будет продолжаться до того момента, пока на том конце трубки кто-то, ну, ее не возьмет. Следующий клик, и мы на ленте новостей, где собрана вся информация, проходящая через официальный сайт МВД. События федерального и регионального значения. Вот, рязанские полицейские провели для школьников военно-патриотический праздник. Кто на вскидку готов назвать адреса отделений полиции? Немногие вспомнят и пару из них. Берем любимый гаджет, и вот они все. Мы находимся сейчас в Рязани, да, и он, естественно, показывает ближайшие отделения полиции. Вот 34 метра, ну, это мы находимся здесь на Веденского, 106. Следующий, ближайший идет, это отдел полиции номер один по обслуживанию Советского района. До него у нас расстояние по геопозиции показывает 1 километр, 401 метр. Как минимум из интереса пользователь посмотрит, а значит, часть информации неизбежно отложится. Самая актуальная позиция – ваш участковый. Нетрудно догадаться, почему. Ну, как мы видим, у нас здесь вот кузин Игорь Юрьевич. Также нажимаем «Перейти». Мы можем сделать звонок ему посмотреть, можем посмотреть его по карте, где он находится. Тут разработчикам приложения надо отдать должное – фотографии, адреса, телефон и место расположения. Работа проделана колоссальная. Чтобы новинка приносила пользу, она должна быть в первую очередь понятна и проста в использовании. Посмотрим, кто на данный момент в розыске. Трипалин Евгений Викторович. Ну, и смотрим его описание, да, установочные данные. Мужской пол, национальность и за что разыскивается. Разыскивается по статье Уголовного кодекса 228, часть 2. Тут также указываются особые приметы его. Вот, как мы видим, на левой лопатке татуировка в виде мишени, ну и тому подобное. Постоянно актуализируются функции розыск, постоянно актуализируется информация об участковых и полномоченных. То есть, ну, приблизительно раз в квартал информация обновляется. Очень много вопросов вызывают шаблоны заявлений. Для тех, кому есть что сообщить, вкладка «Прием обращения граждан». Нет сомнений, что электронное письмо дойдет и на него отреагирует. А еще не нужно больше самостоятельно шерстить интернет в поисках информации о штрафах. Есть вопросы – открываем нужную вкладку. Допустим, вот у нас в кодексе административных правонарушений вносятся изменения, да, и тут же они отображаются на вашем мобильном устройстве. Здесь указаны, какие штрафы и сколько вы будете платить за данные нарушения. Допустим, вот незарегистрированные транспортные средства. Это статья КОАП 12.1, часть 1. Ну, естественно, просматриваем, смотрим. Если мы не вовремя не зарегистрировали транспортные средства, мы видим у нас штраф какой будет от 500 до 800 рублей. Есть и полностью кодекс административных правонарушений. Главные задачи, принципы законности и прочее. Но самое главное в работе полиции – это, разумеется, помощь. Если вы попали в беду, приложение четко ответит на вопрос, что делать и как себя вести. Описано несколько ситуаций. Там, вы потеряли паспорт или нашли паспорт. Что нужно делать, если вдруг вы оказались заложником, вы стали свидетелем преступления, стали жертвой домашнего насилия, ну и так далее. Здесь их много вкладочек, можете просмотреть. Все то же самое можно посмотреть и по чужому региону. Набираем, например, Калужскую область. Вот, все, новости обновились. Вот, допустим, подшифрованная в МВД России по Калужской области детская футбольная команда. Читаем новость. Видите, что мы выбрали регион Калуга и отображаются у нас новости Калужской области. Кроме прочего, рязанские полицейские активно используют свой канал на YouTube, постоянно обновляют страничку в Твиттере, а недавно появились и ВКонтакте, чему особенно обрадовались журналисты. Теперь не нужно искать новости, они приходят сами в виде сообщений, ссылок и видео. Основной упор здесь делается на молодых и активных. Как мы знаем, в общем, много, большинство молодых и активных, они постоянно находятся в интернете, постоянно они находятся онлайн. И, конечно, удобнее и проще, если ты со своей страницы ВКонтакте заходишь и получаешь там, и подписываешься на нашу страницу, получаешь какие-то актуальные новости о деятельности полиции. Не всегда человек может найти там минутку, чтобы зайти на официальный сайт УМВД. Но на своей странице ВКонтакте он пребывает очень часто в течение дня. Путь был тернистый, но гора успешно пришла к Магомеду, если применить аллегорию к горожанам и полицейским. Один клик и вопросов меньше, а порядка больше. А если что, спишемся в социальных сетях. Еще одна информация. Несколько дней назад в Рязанской области автомобильным прицепом насмерть придавила ребенка. По данным следствия, днем 30 мая мальчик играл возле своего дома, где также находился одноосный автомобильный прицеп, который был расположен упором задней частью о землю и, соответственно, с цепным устройством вверх. Подойдя к прицепу, ребенок руками взялся за цепное устройство, повис на нем и стал раскачиваться. Под весом тела прицеп с цепным устройством опустился вниз, придавив при этом потерпевшего к земле. При доставлении в больницу мальчик от полученных телесных повреждений скончался. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии. Расследование уголовного дела продолжается. Несчастные случаи, виной которых так или иначе становятся автоприцепы, не редкость, но чаще ЧП происходит на дороге во время движения, когда неуправляемая махина отрывается и несется навстречу. Впереди каникулы и родителям стоит лишний раз напомнить малышам некоторые правила безопасности. Еще во втором веке нашей эры мудрец Раби Иегуда говорил, тот, кто не учит сына ремеслу, учит его преступлению – сразу воровать. Времена меняются, но главные принципы выживания, как показывает практика, остаются на своих местах. Удачи вам на ближайшую неделю и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин